Леонид Александрович, да? Леонид Александрович, я понимаю вашу озабоченность, и поэтому, как вы заметили, наверное, в своем выступлении упомянул об этом. Но у нас проблемы с обманутыми дольщиками продолжаются с тех пор, как мы себя помним, наверное, с начала 90-х годов. Это не прекращается никогда, несмотря на наличие, как вы сказали, здоровых застройщиков. Они сегодня здоровы и завтра заболели. Мы, и дай им Бог здоровья, чтобы никто не болел, им помогать нужно, чтобы не болел. Это правда. Но перекладывать на плечи граждан постоянно, без всяких изменений системы, эти риски дальше невозможно. То, о чем вы сказали, это действительно вопрос, который нужно рассмотреть и внимательно к нему отнестись. Эти 5 триллионов, которые вы сказали, где-то нужно взять. Но это вопрос рисков, и кто за эти риски платит. Либо граждане беззащитные, государственно не способны их защитить из года в год, и потом из государственной казны мы вынуждены это все гасить, так или иначе. Либо это бизнес ответственный, который с пониманием дела относится к своей работе, к своим обязательствам. Перед гражданами обязательств нет никаких. Обманули и дело с концом, и исчезли. А перед банками – это другая история. И банки так просто деньги разбрасывать не будут. Продолжение следует...